В Тель-Авиве в 13-й раз помянули жертв одного из самых страшных преступлений арабского террора – взрыва у дискотеки Дольфи. В тот вечер, в 23.45, 1 июня 2001 года, эта площадь перед популярной дискотекой в одно мгновение превратилась в ад. Кила убитых, стоны раненых, кровь. Террорист-самоубийца из Калькилии взорвался среди толпящихся у входа подростков, в основном репатриантов из бывшего СССР. Они собирались здесь по пятницам. 21 убитый, 120 покалеченных. Вот уже 13 лет как нету наших детей, и сердце каждый день болит, как будто это было вчера. Дочке моей было только 17 лет, она в школе Мафет училась. Хотела жить, хотела учиться, хотела... Много-много было планов, и в одну секунду все оборвалось. Нету дочки, нету детей ее, нету внуков от нее. Мы каждый год собираемся здесь, а вечером мы к 12 часам, к тому моменту, когда произошел этот взрыв, приходим сюда, зажигаем снова свечи и опускаем в воздушные шары семенами наших детей в небо. Они как звезды наши в небесах. У этих людей жизнь расколота надвое, до и после. Теперь все они – семья Дольфи, объединенная одним горем. Единственные в ней коренные израильтяне – родители 32-летнего Ури Шахара, случайного прохожего, погибшего от осколков. Судьба. Что можно сделать? Очень тяжело. И вы каждый год здесь? Каждый год. И с того дня, когда его не стало, мы каждый день зажигаем свечи. Все время. Днем и ночью. Невозможно его забыть. Невозможно. Осколок Дольфи многим жжет сердце. Погибшим посвящаются стихи и песни. Память о них хранят в школе Мафет, где учились многие пострадавшие дети. Конечно, нам очень-очень тяжело, очень обидно. Но спасибо, что все помнят, все приходят и нас не оставляют. И спасибо всем, конечно, за это. Дорогие семьи погибших, каждый год в годовщину трагедии и траурной церемонии у памятника проводят Министерство абсорбции, опекающие семьи пострадавших. Мы представляем здесь правительство Израиля, народ Израиля. Здесь можно увидеть самых разных людей. Я лично хорошо помню этот теракт. И думаю, никто его не забыл. Это был ужасный период. Но этот теракт стал апогеем. Были убиты ребята, просто пришедшие повеселиться. И это невозможно забыть. Мы считаем своим долгом, как государство, и уж тем более, как Министерство абсорбции, продолжать поддерживать людей, которые были тогда новыми репатриантами. Погибшие навсегда ими остались. Помнить нужно и о том, что есть раненые, которые до сих пор не оправились. Алене Шапартовой, тогда 14-летней девочке, врачи не давали шанса. Потери половины головного мозга, глаза, тяжелейшие травмы тела и конечностей. И операции, и операции. Скажи мне, Фомушка, ты сейчас часто улыбаешься? Конечно. 24 часа я улыбаюсь. Замечательно. Я познакомилась с потерпением. Чиоли, кошел, бреха, типулищи. Замечательно. Это значит, что все-таки можно жить. Ну конечно. 100%. Она никому не дает плакать. Она говорит, все должны поправиться. Есть сегодня, мы рады, что есть сегодня. Долгое время Алена не могла приходить на это место. Но потом попросила сама. И приносит к памятнику 21 цветок по числу погибших. Кто-то назвал теракт Дольфи маленьким холокостом. Ведь детей действительно убили только потому, что они евреи. Только потому, что мы евреи. Бресселе недавно убили евреев. Они у кого-то что-то отняли. Иран угрожает нас уничтожить. Какие территории мы у них забрали? До 67-го года все территории были у палестинцев. И что они сделали в 67-м? Хотели выбросить нас в море? То же самое в 48-м. Так что причина не в территории. А в том, что мы евреи. Нужно стоять на своем. Верить, что мы здесь по праву. И никто нас отсюда не сдвинет. Когда и они это поймут, тогда, возможно, будет мир. Возможно. 1 июня. Международный день защиты детей. И день траура по детям, которых мы не смогли защитить. Редактор субтитров А.Семкин